В ПАСЭ говорят, местные выборы в Украине прошли в целом хорошо, несмотря на сложные обстоятельства. Об этом сообщила глава делегации Конгресса местных и региональных властей Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Она призвала украинское руководство обеспечить на законодательном уровне возможность голосования всех граждан. По мнению делегации Европарламента, избирательный процесс был организован в соответствии с международными стандартами, но определенные недостатки нужно устранить. Наблюдатели отмечают, закон о выборах был принят за четыре месяца до голосования, а в нормативной базе есть пробелы и неясности. Кроме того, закон не предусматривает возможность голосования внутренне перемещенных лиц. Между тем, Комитет избирателей Украины предлагает провести выборы в Мариуполе и Красноармейске в 2016 году. По мнению исполняющего обязанности главы организации в Донецкой области, списывать все только на процедурные ошибки не стоит. Они и нарушения имели системный характер. В Киеву убеждены, причины срыва выборов в Мариуполе и Красноармейске политические, а не процедурные. И начинать нужно заново сформирование комиссии, выдвижение кандидатов и проведение агитации. Жертвами сильного землетрясения в Афганистане и Пакистане стали уже больше 330 человек. В столице Пакистана и Славабаде люди в панике выбегали из офисных зданий, когда ощутили колебания стен. Трясло и в Нью-Деле. Там все уже вернулись в помещение, но метро все еще не работает в целях безопасности. Все военные госпитали и вертолеты сейчас в режиме ожидания и повышенной готовности. Аборигены со всего мира съехались в Бразилию. Там начались первые в своем роде международные спортивные соревнования для коренного населения. В свои 17 лет лучник Маркус де Алмейда – один из самых известных спортсменов Бразилии. В следующем году он будет отстаивать честь страны на Олимпиаде. А пока юноша сменил свой профессиональный лук на небольшой самодельный, изготовленный в местном племени. Культуры коренных народов приводят в восхищение. У них есть чему поучиться. Исток моего вида спорта берет начало не просто в быте коренных народов, а в войне. Так что есть невероятная возможность обмена техниками между профессиональной стрельбой из лука и стрельбой из лука в версии коренных народов. Цель проекта – познакомить зрителей и участников с многообразием культур и традиций коренных народов всего мира. Мы тренируемся на природе, каждый день. Это неотъемлемая часть нашего дня. Дома в качестве мишени у нас деревянная палка. Мы придаем ей вид леопарда или рыбы и целимся так, чтобы отранный зверь умер максимально быстро. Среди участников – представители племени Маори из Новой Зеландии коренные монголы и мексиканцы. Среди спортивных дисциплин – гребля на каноэ, метание копья, перетягивание каната и бег на различные дистанции исключительно босиком. Мероприятие посетили представители 23 стран мира. По оценке ООН, на нашей планете живут 370 миллионов аборигенов. Это чуть больше 5% населения Земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова